Тренинг «Рисуем сайт с нуля в фотошопе» занятие номер один. На связи с вами Серега. Не забываем ставить лайки и подписываемся на наш канал, чтобы получать новые интересные уроки по веб-дизайну и созданию сайтов. Итак, поехали. Дорогие друзья, обратите внимание, что я на рабочем столе создал папочку «Рисуем сайт с нуля в фотошопе», в которой и буду работать до конца этого тренинга. Также в комплекте к данным занятиям я включил специальных два файла, которых занес в папочку «Dop.mat». Смотрите, на данный момент это файлы «master.css.gpg». Это картинка нашего шаблона «Один в один». Разместил для того, чтобы вы видели, что у вас получится, если вы пройдете тренинг до конца. И маленький текстовый файл «tz.txt». В нем я буду его содержать обычно справа от этого видео. На данный момент содержатся размеры нашего сайтика и различных его элементов. Поэтому вы тоже можете его открыть и использовать как маленькую подсказку. Итак, поехали. Первым делом открываем файл «tz.txt» и смотрим так. Размер нашего сайта в целом 1600 на 1200. Поэтому в программе «Фотошоп» сейчас мы открываем файл и создаем новый документ под названием... Ну, давайте я назову его «master.css». Так, «master.css». И здесь ставим, соответственно, размер 1600 пикселей по ширине. И так, 1200 там написал 2100. Извините, я поправлю. Так, сейчас, чтобы вам сразу пошел нормальный вариант файла. И 2100 по высоте. Отлично. Жмем ОК, то есть все остальное у вас должно быть точно так же. Жмем ОК и у нас получается вот такой вот лист. Теперь давайте мы его сохраним. Файл пишем «Сохранить как». Либо жмем Ctrl-S. Либо Shift-Ctrl-S видим, да. Жмем и я выбираю сразу папочку. Так, давайте рабочий стол. Рисуем сайт с нуля в «Фотошопе». И здесь сохраню этот PSD-макет именно под названием «master.css». Сохраняем. И он у нас уже есть в нашей папке. Знаю, что для некоторых это вот сейчас идет детский сад. Но, дорогие друзья, будьте терпеливы, потому что не все мои подписчики и зрители знают, как пользоваться программой «Фотошоп». Надеюсь, вы меня поймете. Дальше. Теперь давайте я обрисую, что мы будем делать далее. Давайте мы откроем наш файл со скриншотом нашего сайта. И я вам расскажу. Смотрите. Первым делом это нам надо выставить направляющий, чтобы нам дальше было легче рисовать сайт. И я вам сейчас расскажу размеры. То есть, размер нашего сайта, полная ширина его, это 1300 пикселей. То есть, ширина сайта, она написана, видим, вот здесь. Поэтому, теперь давайте мы откроем «Фотошоп» и выставим, соответственно, направляющие. Так, берем одну направляющую и тянем сюда до 150 пикселей. Так, у меня не получается. Сейчас, минуточку, я сделаю побольше масштаб. Вот он тут выставляется чуть что. Так, сделаю масштаб 50%. Вот так вот. И выставлю сейчас 150 пикселей. Вот с этой стороны. И теперь 150 пикселей с другой стороны. То есть, смотрите, как это я все высчитываю. Это банальная арифметика. Так, у нас ширина полотна 1600, ширина сайта 1300. И я просто-напросто, сейчас включу калькулятор, чтобы вы все это видели. Отнимаю 1600 минус 1300. Делю все это дело на 2. И получается, с каждой стороны нам надо отступить по 150 пикселей. Итак, базовые направляющие готовы. И в следующем уроке мы давайте уже доделаем все направляющие до конца.